Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаю знакомить вас со своей книжкой «Маленькие истории», с помощью которой можно гадать. Напишите мне в комментариях цифру от 8 до 50. Найду произведение на странице, номер которой вы написали. И прочитаю его вам. Это будет вам видео-ответ пророчества. А сегодня у нас вот такое произведение. Знаете, то чувство, когда вы встретили давно знакомого человека, но вы очень долго не виделись. Например, одноклассника или своего бывшего. И когда вы расставались, были какие-то такие яркие, насыщенные чувства. А теперь вы встретились, и вы как старые друзья, и вам есть что вспомнить. И вы друг на друга не обижаетесь. Просто с улыбкой вспоминаете то, что было. Было у вас такое? Вот как раз об этом это произведение. Вечер. Звезды падают. Влюбленная парочка. Лавочка. А кушать же хочется. Хоть скамейку надкушуй. Юноша. Я бы и соль грыз. Девушка. О, смотри, метеорит. Юноша. Это же соль. Девушка. Ну и ешь теперь. Хотел же. Юноша. Ну и буду. Поможешь? Так они и съели пуд соли. Прошло время. Ночь. Та же лавочка. Он уходит. И оставляет ей всего лишь мешок. Девушка. Что, спрятал в нем своих чертовок? А тяжелый какой. Может открыть, посмотреть. А если там любовь? Ее нельзя держать в мешке? А если там боль, обиды? Месть. Нет. Не буду, чтобы не убежало то, что там было. Не буду открывать. Пусть лежит здесь тихо, созревает. А мы откроем его вместе. Позже. И выпустим оттуда смех. Все-таки пуд соли вместе съели. Это о том, что после расставания у нее остался мешок. Мешок чувств. Возможно, парень хотел еще к ней вернуться. Если бы она этот мешок открыла, возможно, отношения продолжились. Или наоборот. Если бы она к нему обратилась, он бы с криками ее отпугнул бы. Она решила просто, пусть она стынет. И они встретятся через много-много лет. И вспомнят свои отношения, как что-то очень хорошее, доброе с молодостью. И посмеются вместе. Об этом вот это произведение. Если вам нравятся мои произведения, подписывайтесь на канал. Нажимайте на звоночек. Ставьте пальчик вверх этому видео. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok